В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Вишневый сад под окнами на территории Виновского перинатального центра прошла необычная акция. Смотрю, такая чудесная поляна. Думаю, как же было бы классно здесь усилить красоту. Воспитанники дельфина Иван Ерёв и Иван Соколов приняли участие в соревнованиях международного фестиваля университетского спорта. И посмотрите на реакцию Ивана. Вот, конечно, доволен, что отстоял. В Измайлове отметили день рождения посёлка. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, чтобы всё-всё было хорошо у жителей посёлка. Необычная акция прошла на территории Виновского перинатального центра. Несколько добровольцев высадили на одном из газонов саженцы вишни и дюка, гибрида вишни и черешни. О том, что послужило причиной для проведения этого экологического мероприятия, узнал Максим Козлов. Фантазии многих счастливых отцов часто хватает только на то, чтобы написать жене «Спасибо за сын или дочь» краской на асфальте под окнами перинатального центра. Но Алексей Иванин решил поступить креативно и в благодарность врачам посадить вишнёвый сад. Оба ребёнка родились здесь, Мирон два года назад, 29 июля, а девочка Анна, 3 августа, собственно говоря, родилась в этом роддоме. Моя супруга, благодаря ей мы пообщались с главным врачом, она дала добро, и всё так быстро получилось, закрутилось, и мы здесь. Действительно, первая обратила внимание на бесхозную поляну супруга Алексея, Людмила Ванина. Как человек творческий, она поняла, с этим надо что-то делать. Смотрю, такая чудесная поляна, думаю, как же было бы классно здесь усилить красоту, усилить энергию. Ну вот, да, что здесь детский перинатальный центр, рождаются детки, и сюда же посадить плодовые деревья, и цветущий, чтобы был запах, ведь беременные ходят, да, и всем настроение бы улучшалось. На инициативу семьи Ваниных откликнулся владелец питомника плодовых деревьев и кустарников Михаил Боровков. Он и предоставил саженцы вишни и дюка, гибрида вишни и черешни, и сорта выбрал подходящие. Это самый лучший дюк из всех, который существует, называется кормилица, он считается эталоном вкуса. Крупные плоды, чёрные, не осыпаются, ароматные, сорт очень замечательный. Помочь супругам со столь необычным подарком перинатальному центру вызвались друзья и коллеги по работе. Как выяснилось, у многих есть опыт высаживания плодовых деревьев. У меня вообще папа агроном, сама я вообще из Тамбовской области родом. У нас там есть участок большой и много саженцев, каждый год его, конечно, насаживаем, но ухаживать всё-таки у меня больше папа, бабушка. Первый урожай в новом вишнёвом саду можно собрать примерно через 2-3 года. Максим Козлов, Екатерина Добрятова, Видное ТВ. С 22 по 27 августа во Дворце водных видов спорта города Екатеринбурга прошли соревнования по плаванию в рамках Международного фестиваля университетского спорта. В составе сборной команды Московской государственной академии физической культуры в соревнованиях приняли участие воспитанники центра «Дельфин» Иван Гирёв и Иван Соколов. На этих соревнованиях командой Московской государственной академии физической культуры завоёвано 10 медалей, 4 из которых золотые. Заслуженный мастер спорта России, призёр Олимпийских игр в Токио Иван Гирёв завоевал 3 золотые и 1 серебряную медали. Сейчас может быть такая мини-сенсация, когда наш полторашник, наш марафонец может выиграть у Ивана Гирёва. Может, но ему не хватает 700. Любопытно. Я, честно говоря, получил удовольствие, в первую очередь, конечно, от проплывания Саши Степанова. Вчера показал очень хороший результат, порадовал сегодня. И посмотрите на реакцию Ивана. Он, конечно, доволен, что отстоял. Итак, в копилке Ивана Гирёва победы на дистанции 100 и 200 метров вольным стилем. В эстафете 4 на 200 вольным стилем. И второе место в эстафете 1 на 100 вольным стилем. Победы нашего спортсмена – это победы Ленинского городского округа. Находясь в Екатеринбурге, Иван Гирёв был приглашен на встречу с коллективом завода «Уралхимаш», где провел пресс-конференцию и автограф-сессию. Центральная библиотека Ленинского городского округа приглашает жителей принять участие в фотоконкурсе «Книга в кадре». Для участия необходимо прислать фотографию вместе с заявкой на электронную почту. Работы принимают с 25 августа по 25 сентября. Участником может стать как профессионал, так и начинающий фотограф. В том числе дошкольные и средние образовательные учреждения, детские школы искусств, центры детского творчества. Для того, чтобы было больше интересных фотографий, мы придумали несколько номинаций. Это человек читающий, то есть портрет человека с книгой, наше животное с книжками, фотография людей около памятников литературным героям и писателям. И фото в интерьере нашей библиотеки центральной или на фоне библиотеки. Целью проекта является привлечение населения разного возраста к творчеству, повышение интереса к книгам. Все работы будут оценивать жюри, состоящие из сотрудников библиотеки. Главные критерии – это соответствие фотографии, требованиям, художественный уровень произведения, оригинальность идей и содержание работы, а также техника и качество исполнения. Конкурс посвящен празднованию 70-летия Центральной библиотеки. Про все тонкости, как подать заявку, какие номинации, можно прочитать информацию либо на нашем сайте Библиовидно библиотечном, либо на нашей группе ВКонтакте Центральной библиотеки. Победителям будут вручены дипломы и памятные подарки. Фотоработы разместят на официальных страницах в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», а также на официальном сайте библиотеки. Итогом фотоконкурса станет поздравительный видеоролик из фотографий. В Измайлове отметили день рождения поселка. Для жителей организаторы подготовили насыщенную развлекательную программу и большой праздничный концерт. Посетила мероприятие и наша съемочная группа. Праздничное настроение жителям и гостям поселка Измайлова создавали зажигательные выступления творческих коллективов муниципалитета. Торжество было организовано на небольшой, но уютной площадке возле администрации территориального отдела «Булатниковская». Изюминкой праздника стали веселые конкурсы и увлекательные мастер-классы, в которых с удовольствием принимали участие местные мальчишки и девчонки. Очень популярна фольклорная тема. И я думаю, что, знаете, тематика такая, ближе к советской, она культивируется, сохраняется, поддерживается. И это, кстати, очень хорошо, я считаю. Жительница поселка Измайлова Галина Рутюнян пришла на праздник вместе с двумя маленькими дочками. Очень рада, что организаторы мероприятия подготовили для детей интересную развлекательную программу. Весело, организовано, молодцы. Как бы очень детям интересно, конкурсы, музыка, батут. Все прекрасно. Превратиться в любимого сказочного героя при помощи аквагрима ребятам помогала Екатерина Бачкова. Создать неповторимый образ было нетрудно. Художница преподает изобразительное искусство в досуговом центре мечта. Больше всего выбирают, конечно, что-то радужное, летнее. У нас и цветовое решение, если яркое, то радуга, например, радуга-единорожки. И лишь клубничная тематика, кстати, очень пользуется популярностью. Ну а мальчишки, конечно, это человек-пау. В этот день посельчане поздравляли друг друга, желали счастья и процветания своей малой родине. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, чтобы все-все было хорошо у жителей поселка. Много теплых слов прозвучало и от почетных гостей праздника. Пожелать, конечно, хочется процветания, благополучия, мира, счастья. Всего самого-самого доброго. Мероприятие получилось ярким и красочным. Еще одним подарком для жителей стала теплая, солнечная, по-настоящему летняя погода, которая всех участников замечательного события зарядила энергией и хорошим настроением на весь год. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. Видно этого. Микрорайоны новостройки прирастают не только жителями, но и интересными событиями, которые, уверены руководители территориальных отделов, способствуют знакомству соседей, разнообразят досуг детей и взрослых. В минувшие выходные на аллее фотографий на улице Фокина состоялось мероприятие, в котором с удовольствием поучаствовала местная ребятня. Татьяна Брылова продолжит. Многие из собравшихся утром в субботу на аллее фотографий на улице Фокина не планировали заранее приходить сюда, но не прийти не смогли. Мы с окна увидели и пришли поглазеть. Мы пока здесь новенькие, вот только первое увидели. Мы тут неделю живем, пока вот первое. Детям очень понравилось. Еще бы! Современные сказочные персонажи вовлекали в игру, не позволяя скучать даже самым привередливым. Для ребят предлагали разнообразные конкурсы на ловкость и силу, на интеллект. Следующий супругерой очень ловкий. Даша Волкова вместе с другими решила испытать свои силы в меткости, бросая мягкий мяч в центр огромного дартса. Ну, я люблю кидать шарики с липучками. Попадаешь в цель? Да! Фишкой утреннего праздника стали показательные выступления юных спортсменов. Элнура и Андина Срединовы занимаются каратэки о Кусинкай уже несколько лет. Оба стремятся достичь высоких результатов. Нужно много тренироваться, не просто халтурить, ничего не делать. Нужно тренироваться и тогда добьешься легко. Я добьюсь черного пояса, но надеюсь, я постараюсь и в скором времени, я надеюсь, буду выступать на мировом уровне. Зрители с интересом наблюдали за выступлениями спортсменов. Кио Кусинкай каратэ сегодня один из самых популярных видов борьбы. Мастер спорта Алексей Хураськин уверен, если хочешь стать сильным и уметь постоять за себя, стоит заняться каратэ. Кио Кусинкай каратэ очень дисциплинирует, развивает физически и воспитывает сильных людей. Сам я начал заниматься, родители привели в первом классе занятия спортом. Также занимался, рос, ну со временем сам пришел к тому, что начал тренировать. Возможно, кто-то, посмотрев на красоту этого спорта, который сравним с искусством танца, и сам захочет освоить мастерство кио Кусинкай. При общении к здоровому образу жизни еще одна задача территориального отдела «Шестой микрорайон», который организует для местного населения мероприятие с участием спортсменов. На нашей территории Шестого микрорайона проводится данное мероприятие уже неоднократно, на постоянной основе. Цель этого мероприятия – это популяризация боевых искусств, боев, спортивного образа жизни. Люди все нашего микрорайона с удовольствием уже знают этот праздник, приходят с удовольствием. Отзывы получаем только положительные. Но мероприятия для населения в Тироделе проходят каждую неделю. Чтобы попасть на них, можно, конечно, посмотреть в окошко. Или следить за афишами в телеграм-канале «Территориальный отдел «Шестой микрорайон». Татьяна Брылова, Александр Логинов, Гульнар Балаева, Видное ТВ. Это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин